Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Надежда Мещерякова. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Студенты Казанского университета стали победителями и лауреатами конкурса «Добрый Татарстан-2020». Почему поднялись цены на продукты питания? На площадке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в онлайн-формате состоялось последнее в 2020 году заседание Аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ. Вел заседание заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. На правах постоянного члена Аттестационной комиссии в ее работе также принимал участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Команда казанских хилбарсов в этом году впервые прошла во Всероссийский финал студенческой хоккейной лиги и приняла участие в Кубке полномочного представителя Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди студенческих любительских команд, заняв второе место. 22 декабря, в день отечественного хоккея, представители казанских хилбарсов в знак благодарности за поддержку подарили кубок и медаль с финальной игры ректору Ильшату Гафурову. Я вам желаю удачи, с наступающим Новым годом вас, ну и от Дедовского мороза каждому по 10 тысяч рублей, я думаю, вы получите. Студенты Казанского университета стали лауреатами и победителями ежегодного волонтерского конкурса «Добрый Татарстан-2020». Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Победителем конкурса «Добрый Татарстан-2020» стал студент 4-го курса Института фундаментальной медицины и биологии Амар Хусейн. Парень одержал победу в номинации «Доброволец года» в сфере здравоохранения. По его словам, во время пандемии он работал добровольцем с больными ковидом. Однако во время исполнения своего долга он даже не думал о каких-либо наградах. Работа в красной зоне, работа во время пандемии, она не была легкая. Но если мы не молодеи, то кто так? Это моя профессия, я будущий врач. Иногда мне спрашивают тебя, Амар, не было тебе страшно, когда ты вышел и работал во время пандемии в красной зоне, ты не боялся переболеть? Знаете, у меня был один ответ. Если я боюсь переболеть ковидом, то, что мне сказать, пожилым людям? Студентка и активистка Елабужского института Ольга Грахова получила диплом лауреата в номинации «Доброволец года» в сфере социальной работы. На конкурс она подала заявку по нескольким проектам – организация праздников для детей с ограниченными возможностями и проект помощи для одиноких пенсионеров. Наши волонтеры, в том числе и я, можем организовать на бесплатной основе ремонт для нуждающихся одиноких бабушек и дедушек, в том числе и ветеранов, которые в силу своего здоровья не могут самостоятельно себе ее оказать. Или же просто находим различные средства бытовой, бытовых каких-то средств и просто проводим уборку. Тоже в силу того, что некоторые бабушки и дедушки не могут себе это самостоятельно позволить. Еще одним лауреатом конкурса стала студентка первого курса Института филологии межкультурной коммуникации Талия Зинатова. Ее наградили в номинации «Доброволец года» в сфере экологии. По словам девушки, темой экологии она стала интересоваться еще в школе. Я шла к этому очень долго. Еще со школы я принимала активное участие в различных мероприятиях экологической направленности. Тогда тема экологии меня всерьез заинтересовала. Я уже сама выступала инициатором различных экологических мероприятий. И, наверное, увидев этот огонек в моих глазах, мне предложили курировать данное движение в Арском районе. Я, конечно же, с радостью согласилась. Пусть я не победила, но для меня это огромный опыт, которым я горжусь. Сам же конкурс направлен на развитие и формирование культуры волонтерства. Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек. Доброводческая деятельность представителей Казанского университета была высоко оценена экспертной комиссией. Лев Диденко, Универ, Ньюс. В Казанском университете состоялась церемония награждения победителей премии студент года КФУ. Награждение прошло в актовом зале Уникса. Всего было представлено 24 номинации. Участие в церемонии принял ректор Ильшат Гафуров. Учитель из Швейцарии проходит стажировку в Казанском университете. О том, какие впечатления получил иностранный ученый, и есть ли отличия в образовательном процессе России и Швейцарии, смотрите в нашем следующем сюжете. Петер Вассер преподает химию в швейцарской гимназии Вицекона. Для обмена опытом в рамках приоритетного направления учитель 21 века он был приглашен на стажировку в Казанский университет по приглашению проректора по научной деятельности Даниса Нургалиева. Он друг, моя подруга, она живет в Церихе. Это здесь очень интересный опыт для меня. Я посещал лекции в органической химии в университете и тоже многие лекции в средней школе. В рамках стажировки в сфере педагогического образования Петер Вассер посетил занятия в Институте психологии и образования, Институте международных отношений и Химическом институте имени Бутлерова, а также встретился с учениками на уроках химии в лицее имени Лобачевского и IT-лицее. Я впечатлен доброжелательностью здешних людей. Это очень большой опыт для меня. На занятиях я был поражен тем, как ответственно работали студенты, как они вовлечены в процесс и внимательно слушали преподавателей. По словам Петера Вассера, наличие средних учебных заведений в составе университета – это большой прорыв. В Швейцарии пока такого нет. Я очень впечатлен тем, что в составе университета есть сразу два лицея. Думаю, это очень здорово. Наличие своих школ обеспечивает качественную подготовку педагогических кадров с учетом потребностей современной школы. Также ученый отметил, что, как и в его родной стране, в Казанском университете уделяется большое внимание практике для будущих учителей, поскольку очень важно наладить контакт со своими учениками. Учителя в школах должны мотивировать молодых людей. Если они научатся думать, высказываться и действовать самостоятельно, это очень хороший результат. По словам Петера Вассера, для него большая честь проходить стажировку в Казанском университете. Ведь приехать в другую страну и получить уникальный опыт зарубежных ученых – такой шанс упадает раз в жизни. Диана Шеленкова, Фаридзе Хитоглы, Универньюс. В России поднялись цены на социально значимые продукты. О причинах роста в нашем следующем сюжете. В 2020 году не только пандемия удивила граждан, но также и существенный рост цен. В связи с этим 9 декабря Владимир Путин на совещании раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет для базовых продуктов питания. Куда вы смотрите? Вот это вопрос. Это же не шуточки. В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают на такие величины, а вы мне сказки рассказываете здесь. Статистика по Татарстану на декабрь 2020 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года такая. Сахар подорожал на рекордные 67%, картофель на 24%, крупы на 21%, масло на 13%, хлеб на 7% и мука на 15%. Эксперты выделяют несколько факторов изменения цен. Я бы назвал два основных фактора. Это изменение мировых цен и желание производителей подтянуть внутренние цены к мировым. И второй фактор – это фактор сезонный. Его тоже не надо забывать. Каждую зиму происходит подорожание определенных видов продуктов, которые в дальнейшем возвращаются к своему уровню летом. Почему все-таки Владимир Владимирович отругал регуляторы? Это все справедливо, потому что они допустили дефицит. Понимаете, то есть вот увлечение поддержкой экспорта привело к тому, что внутренний рынок оказался в недостаточном объеме, обеспечен соответствующими продуктами, которые важны и интересны для населения. Правительство приняло меры по стабилизации цен. Во втором чтении Государственная Дума приняла законопроект о регулировании цен на социально значимые товары кабинетом министров на срок до 90 дней. Также премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, направленных на стабилизацию цен, которые будут заключаться с производителями и торговыми сетями до конца первого квартала 2021 года. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok